Дум не разоставили врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Но я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в внимании. Это очень интересно провести. Они признают заботу о себе. Для кого-то важную, для кого-то средственную. Помните веселую песенку Эдиты Пьехи? В нашем доме поселился замечательный сосед. Песенка хоть и веселая, но тема соседей в наше время бывает довольно-таки грустная. В лучшем случае мы их практически не знаем. Здороваемся так ради приличия. А в худшем случае и видеть, и знать их не хотим. И только очень редко мы с ними дружим. А как губкинцы общаются со своими соседями? По площадке очень хорошо. Нет, не очень. Но доверяю. Не так часто, потому что по вахте ездим. Скорее всего, не сильно общаемся. А как думаете, с чем это может быть связано? Это связано с тем, что работа, дети. Соседи отличные, все хорошо, все отлично. Всем доверяю. Двери никогда не закрываю. На Кавказе говорят, в первую очередь, когда покупаешь дом, выбирай соседа. Почему? Родные там где-то далеко, а в первую очередь, на помощь придет сосед. Поэтому я считаю, знаете, вот у меня, у нас как-то, если что-то случилось, у нас всегда мы вместе друг другу помогаем. И так легче жить. Всегда взаимодействуем, да. Всегда мы им, ну как сказать, общаемся и доверяем. У меня очень хорошие соседи. Я считаю, надо быть самой доброжелательной к людям. И тогда к тебе будут также относиться хорошо. Лицо знаю, конечно. А так, здравствуйте, до свидания, все. Общаемся, да. Доверяете, да? Да, конечно. У нас соседи хорошие. Здороваюсь всегда. К сожалению, редко удается видеться с соседями. Ну все доверяю ключи от квартиры. И они мне ключи от квартиры. Это, по-моему, уже все сказано. Если у меня ключи от соседей есть, и мои ключи у соседей есть. Конечно, очень дружим. Ситуация, когда соседи нуждаются в помощи, бывает разная. Это застряла машина, сломался замок от двери, привезли новую мебель, потерялся питомец и прочее. Любой человек будет рад оказанной своевременной помощи, даже если он о ней и не просил. Если ваша пожилая соседка с пакетами поднимается по лестнице, то правильное решение будет донести ее сумки до квартиры. Это не займет много времени, зато оставит у человека хорошее впечатление и станет хорошим поводом завязать дружескую беседу или поддержать добрососедские отношения. А когда вы в последний раз помогали своим соседям? Я вот даже сейчас нахожусь здесь в Меркурии, мы едем с соседкой с работы, а она такая говорит, купи мне булку хлеба. Я говорю, хорошо, я зайду, куплю без проблем. Так что вот так вот. Мало общаемся. Ну как-то все на работу вышли, побежали, зашли и снова в квартире. Дружим с соседями там. А как дружите, что делаете? Дети у нас есть у обоих семей с детьми, сидим, если нужно. А есть ли какая-то традиция, там, допустим, может быть, какой-то праздник, друг другу что-то там дарите, допустим, на паспорт? Просто обычные праздники, там, 23 февраля нашим мальчикам дарят, подарки мы девочкам дарим на 8 мая. Вот здесь уже с 80-х годов, как Губкинский образовался, работаем. Ну и всегда друг другу, вот, если у кого-то что-то раз случилось, не дай бог. Цехом собрали, дали, помогаем. Да, я застряла на машине, меня вышел сосед, увидел в окно, и на тросе меня вытащил. Да пока нет, приходилось, но вообще помогаем всегда, когда прочешь. Не знаю, к сожалению или к счастью, ни я к ним не обращаюсь, ни они ко мне. Ну, как бы такой сильной помощи нету, но все равно как-то стараемся помочь друг другу. Мне вчера рыбам угостяли, наловили и принесли нашу рыбу местную. Теплые отношения между соседями – это то, что мы зачастую видим в кино и телешоу. Мы практически не знаем, кто живет в нашем доме, мы с ними никак не взаимодействуем, не общаемся. Но если соседи начинают шуметь, мусорить, занимать наше личное пространство, этого так просто мы оставить не можем. То же самое касается и нас самих. Так что же не должны делать соседи, чтобы не конфликтовать? Не должны. Ну, не знаю, может быть, сильно шуметь – самое главное. А так… Ну и побольше, может быть, общаться все-таки нам нужно. Хотелось бы. Но сейчас в последнее время такого нету. Раньше, да. Раньше ходили в гости к одним, другим. И на второй, и на третий этаж можно подняться. Сейчас нет. А как думаете, с чем это связано? Ну, не знаю, сейчас как-то все, каждый в своей квартире живет. И даже не знаешь, я даже сейчас не знаю, у нас жильцы поменялись, постоянно продают квартиру, уезжают. Вот кто на пенсию, видимо, как-то, может быть, переселение какое-то по программе какой-то. Да, вот они уезжают, другие заселяются, даже их не знаю. Ну, у нас конфликтов не возникало, поэтому я даже не затрудняюсь сказать. Если делаешь замечание, какое-то предупреждение, чтобы они уже так не делали. А вот что, по-вашему мнению? Ну, что, например, шуметь громко. У нас такого не бывает. Так что, как бы, чтобы не мусорили в подъезде, не курили. Ну, я считаю, лучше порядок, чтобы было, меньше курили. Обычно жалуются, кто курит, допустим, в подъезде. Да, но, скорее всего, не курить. Ну, понятно. Вот в чем бывает еще проблема. То, что некоторые соседи убираются в подъезде, а другие нет. Вот это тоже, как бы, вот у меня тоже особо никто и не убирается. Хотя у меня дома трое детей, но я умудряюсь и выйти, и полы помыть. Ну, не все этого делают. Знаю, если ты живешь в одном доме с соседями, мне кажется, надо жить дружно. Чтобы дружба была, во-первых. Друг друга поддерживали. Ну, обычно у нас как получается? Соседи разные, да? Кто пьет, кто курит, кто еще что-то. Но порядком, за порядком должны следить они сами, наверное. Ну, бывает, что в подъезде вот курят, да, например. Там пиво распивают, все разбрасывают. Ну, это за собой должно убирать, во-первых, наверное, чтобы другие претензии не предъявляли. Не шуметь, после там ночью поздно жить дружно и друг другу всегда помогать и быть вежливым, взаимно. Все, я считаю. Шуметь в определенное время, суток. Не должны сориться в общественных местах. Ну, и, пожалуй, все. Шуметь, неприятности доставлять. Ругаться, наверное, между собой. Не должны, что не должны. Шуметь там, курить на лестнице. Шуметь, во-первых. Ругаться с соседями также. Дружить хорошо должны. Ну, не вмешать соседям. Не шуметь там. Чтобы шумного не было после 11. Что там? Драки, ругань. Тишина, покой. Не должны. Ну, ругаться, наверное. Понимать друг друга. Уважать и дружить. Мало кто из жителей городов проживает на одной лестничной площадке со всеми хорошими соседями. Да, для кого-то и мы не подарок. Но мириться и полюбовно разрешать все споры и конфликтные ситуации необходимо. Разрешать их можно как с помощью и личной беседы, так и с помощью полиции. А как вы разрешаете конфликтные ситуации со своими соседями, если они вообще у вас возникают? Мы через управляющую компанию. Мы очень часто с ними контактируем. А как идет взаимодействие? То есть на наши требования они всегда откликаются. То есть неполадки все устраняют. Обхожу всех соседей, подписывают заявление мне и все. Что согласны, не согласны. Например, что-то там в дверь сделали, чтобы новое, или что-то установили. У нас капитальный дом, поэтому у нас никаких лишних нет. А если что-то, какое-то собрание, у нас просто объявление вешается. Например, собраться на первом этаже в 7 часов 8. Вот все собираются. Я считаю, нужно просто доносить более доходчивую информацию до людей, а не просто там написать, допустим, нужно утеплить дом снаружи. Это многие не поймут, скажут, я живу в центре дома, а не в угловой квартире. Нужно объяснить людям, допустим, на этом примере, что если мы утеплим дом наружнее квартиры, то, соответственно, общее потребление тепла будет уменьшено, и по общему счетчику мы будем платить меньше. У меня вот подъезд, я выложил кафелем, потолок МДФом подбил, венецианкой обдел, там две квартиры и две, там рослинки у меня жил, и ступеньки кафелем, то есть все чистенько, аккуратненько. И почему это я повесил картины, повесил цветы в подъезде. И для чего? Приходит любой человек, вот вы пришли ко мне в гости, подходит, подходит. И мое мнение, вот я уже сказал, вот как ты, вот видишь, как люди снаружи живут, потом заходишь, и у тебя мнение, значит, эти люди культурно. А вот когда вот эти все покрашены, замазаны, в грязи пыли, это как бы, вот в мое мнение, да, это вообще некрасиво. Почему? Всегда впечатление у людей, которые пылидут, незнакомые, складываются, у них все равно отрицательное какое-то впечатление, и все. Поэтому у меня даже на месторождении в комнате чистота, порядок, и я сам сделал там даже ремонт. Допустим, если пропала там вода, к примеру, или свет, конечно, звонишь сначала диспетчерскую, потом, если там, как бы надо, если что-то нажать, соседи еще подключаются тоже, могут позвонить, ну, там диспетчер объясняет, в чем дело. Собираются, но редко, народ мало приходит туда. А с чем это связано? Ну, не знаю, вот было недавно даже собрание, всех оповещали, ну, пришли там пять человек, да, и все, и народ больше сидит. Квартирам, как говорится. У нас, как бы, проводится собрание, и вот на основании решения вот этого коллектива собрания и что-то вносят, какое-то решение. Иногда собрание проводится, то есть собираемся, если какие-то вопросы возникают, то обсуждаем. А чаще всего из-за чего собираетесь? Ну, чаще всего, наверное, по поводу каких-то ЖКХ, ну, каких-то там вопросов ЖКХ. Многие жители нашего города жалуются на то, что уровень обслуживания управляющей компанией слишком низкий. Конечно, каждый житель хочет получить качественное обслуживание своих многоквартирных домов, особенно учитывая то, что за это они платят свои деньги. Давайте спросим у губкинцев, знают ли они, куда обращаться при возникновении вопросов об обслуживании их многоквартирного дома. Дело в том, что у нас долевое строительство, вот, и моя супруга является председателем КИЗа этого. Поэтому мы собираем собрание и выносим вопрос, и уже голосованием решаем, что делать будем. А скажите, нет никаких проблем, вот, собрать людей, там, поднять... Есть, конечно, не все приходят, и многие просто игнорируют. Обычно звонят на горячую линию Нордстарта нашего, смотря, кто обслуживает, и все. Да, был у нас некий такой случай. Собрались просто в подъезде, решали вопрос, звонили в эту управляющую компанию, как бы так. Начаться в управляющую компанию надо. Думаю, что если по дому какая-то такая неповадка получилась, это, ну, старший по дому должен как-то, наверное, сначала реагировать. Или тот, кто уже увидел эту, да, ситуацию, вот эту вот. Ну, сообщить, конечно, в управляющей компании в первую очередь надо. Но как они реагируют, тоже вот вопрос. Могут сразу отреагировать, могут там не сразу. Но у нас были такие случаи, что даже мы повыше органа обращались по этому поводу. Ну, у меня есть номера телефонов сотовых, допустим. Я звоню, кто у нас такие, эти вот ответственные, старшие по дому, у меня есть номер, если что, я к нему звонила. Даже вот почистить снег, тут же мы созвонились между собой, тут же сделали заявку в управляющие, нам приехали, все почистили, без проблем. Интернет. Интернет. Великая сила интернета. Наверное, сначала в управляющую компанию, чтобы какие-то объяснения были. У нас уже вопросы возникнут, наверное, уже в администрацию. С соседями, в принципе, у нас тоже есть живота. Они занимаются этими вопросами, как говорится, соседей. К ним обратимся, посоветуемся и потом уже пойдем дальше, куда надо. У нас в подъезде есть старшая по дому, значит, в первую очередь к ней. А потом она собирает людей, жалобы в управляющую компанию. Если там не выносятся какие-то решения, то бывают такие моменты, что могут даже вплоть до того, чтобы перевестись в другую компанию. Ну, если честно, пока таких случаев у нас не возникало, поэтому, я думаю, если даже и возникнут, то будем обращаться непосредственно, допустим, к органам. С ЖКХ, если нам, ну, я думаю, что есть, существуют какие-то номера, какие-то центры помощи или телефоны какие-то, куда можно обратиться. Но пока что мы, я не знаю. Как мы видим, не все губкинцы знают, куда обращаться за поддержкой. В этом случае консультацию смогут оказать представители партии «Единая Россия». В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» вы сможете задать вопросы по обслуживанию вашего многоквартирного дома, получить консультацию и поддержку. Позвоните по телефону 30270, и специалисты подскажут вам, как решить тот или иной вопрос. А самое главное, помните, что вместе с соседями решить вопрос можно гораздо быстрее. Живите дружно. С вами был Павел Науменко. Увидимся на телеканале «Вектор».